Удожников по коммуналке изымают имущество. В Покровске прошли рейды по квартирам злостных неплатильщиков. Между тем коммунальщики, управляющие компанией и судебные приставы разъясняют, как уменьшить сумму в ежемесячной квитанции. Мои коллеги расскажут подробнее. Общая сумма долга недобросовестных квартиросъемщиков составляет 16 миллионов рублей. Первый дом по улице Степана Ефремова, который построен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В пользу правом закона мы ограничивали некоторые коммунальные услуги. Не можем и воду отключить, и это мы отключали электроэнергию у церковных злостных неплатильщиков. Эффект дает, но небольшой. Люди самовольно подключают, продолжают не платить и не собираются платить за это. У пенсионерки в квартире прописано много родственников. Оплата в месяц всех платежей у ней составляет около 8 тысяч. Представитель управляющей компании объясняет, что если оплачивать по показателям счетчиков, то сумма будет гораздо меньше, и что можно оформить субсидию на сына-инвалида. Сегодня же произведено изъятие имущества. Обзваниваем должников, беседуем, обходы делаем, объясняем должникам, как оформить адресную субсидию. Но если уже не реагируют, то приходится нам подавать в судебные органы, после чего исполнительный документ предъявляем в службу судебных приставов. В отношении должников избежается исполнительное производство, и после этого совместно уже работаем со службой судебных приставов. Тут, конечно, сказываются и социальные причины, но, тем не менее, это в основном низкая платежная дисциплина граждан, я считаю. По Покровску общая сумма долга составляет 22 миллиона рублей на 1 ноября 2017 года. По сравнению с прошлым годом это больше на 15%. Несовпадение, что второй и третий адреса находятся опять в домах, построены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. По словам организаторов рейда, у хозяев этих квартир остались долги ещё по старым квартирам. Это злостная привычка не платить годами за жильё, и предоставление государством новых благоустроенных квартир на неё никак не повлияло. И закона, по которому должников переселять в новые квартиры не будут, нет. Вот так злостные должники перенесли свои плохие привычки в новый дом и живут по-прежнему. В этих квартирах должники дверь не открыли.